Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики в студии Нина Горюнова. Сегодня в выпуске. Сколько зарабатывают топ-менеджеры КамАЗа? Татарстанские власти выступают против легализации торговли алкоголем в интернете. Какова судьба проекта канатной дороги в республике? КамАЗ раскрыл сведения о зарплатах руководства предприятия. Член правления автогиганта в прошлом году получал в среднем 730 тысяч рублей в месяц. Это на 10% меньше, чем в 2014 году. Однако общая сумма выплат членам правления КамАЗа в прошлом году выросла почти на 20%. Это связано с тем, что в состав правления вошли еще два человека. При этом средний КамАЗовец получает почти в 26 раз меньше, чем средний член правления. Зарплата рядового работника завода в прошлом году в среднем составила 28 100 рублей. А это на 1200 меньше, чем годом ранее. На фоне расширения состава правления КамАЗа снизилось число работников предприятия на 6%. На заводе заявили, что компания не сокращала персонал. Был лишь закрыт прием на работу. Кто-то уволился по собственному желанию, а кто-то ушел на пенсию. Тем временем Республиканская служба госстатистики подсчитала, сколько в среднем зарабатывали татарстанцы в прошлом году. Сумма составила 29 337 рублей. Это почти на 6% больше, чем в 2014 году. Однако реальная заработная плата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в прошлом году снизилась на 6,3%. Строительство канатной дороги в Казани вновь отложили. Ранее планировалось запустить проект уже в этом году, но организаторы так и не нашли нужную для строительства сумму с российской стороны, несмотря на наличие иностранных инвесторов. Из-за роста курсов валют проект сильно подорожал. Напомним, предлагалось три маршрута канатной дороги. Железнодорожный вокзал Верхний Услон, НКЦ Татнефтьарена и Корстон Казань-Арена. Все это разворачиваем уже давно, с самого начала, без бюджета Татарстана, без бюджета города Казани. Основная сложность в том, что это сложный автоматизированный комплекс, требующий специально подготовленных специалистов, аттестованных на эксплуатацию такой точной механики. По инвестициям там все в порядке, итальянский инвестор, российский инвестор есть. Срок запуска 17-й год по плану. Это касательно Волги. Что касается Корстон-стадион, тоже вопросов не возникает, все идет по графику. Единственное, пока с землей, там городские власти не все сделали, но сделают. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства республики Линара Сафина, канатные дороги в Татарстане – идея перспективная, но пока слишком далека от реализации. По мнению чиновника, проект заживет, если появится реальный российский инвестор. Тогда, возможно, к 2018 году заработает канатная дорога от Корстона до Казань-Арены. Эксперты полагают, что проект в первую очередь должен быть интересен туристам. Татарстанские депутаты просят не разрешать торговлю спиртным в интернете. Такое обращение они направили спикеру Госдумы страны. Дело в том, что недавно в Нижнюю палату парламента внесен законопроект о легализации онлайн-продажи алкоголя, так как запрет на дистанционную торговлю спиртным фактически не действует. Практика показала, что полностью пресечь продажу алкоголя в интернете невозможно. Откройте, дайте запрос в интернете, и на вас вывалятся в каждом регионе многие-многие сотни и даже тысячи сайтов. В каждом регионе. Потому что сегодня это не требует ничего. Поставил у тебя в квартире 10 ящиков алкоголя и продавай со своей квартиры, сделай бесплатные сайты, продавай. И никаких проблем. Вот именно чтобы этого не было, и необходима легализация процесса. Это же не значит, что опять те же 25 сайтов, 100 тысяч сайтов будут продавать эту продукцию без всяких правил, контроля и так далее. Будут уполномоченные компании, которых будет очень мало. По мнению автора закона проекта, через интернет покупают алкоголь взрослые, обеспеченные люди. Кроме того, онлайн невозможно моментально купить спиртное для употребления здесь и сейчас. Предполагается, что онлайн-алкомаркеты будут работать по тем же правилам, что и традиционная розница. Однако власти Татарстана считают, что продажа спиртного в интернете угрожает здоровью населения, поскольку будет сложно следить за качеством продукции. Кроме того, через интернет будут продавать контрафактный алкоголь, в том числе несовершеннолетним. Эксперты же полагают, что рано или поздно онлайн-торговля спиртным в России будет легализована. Это были новости экономики. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова